Близзард Фрэнка Пирса Фрэнка Пирса Убедить Близзард воскресить классическую Warcraft возможно удастся Аллену Адаму. Один из трех учредителей компании вернулся в родные стены спустя 12 лет. Его работа заключается в поиске идей для новых проектов, ведь с этим у Близзард сейчас большие проблемы. Одни легенды возвращаются, другие уходят. Шведскую DICE скоро покинет руководитель Патрик Бах, который провел в ней 15 лет своей жизни. И не для того, чтобы присоединиться к другой студии, а чтобы посвятить больше времени семье. Бах может позволить себе уйти, ведь новейшая игра студии Battlefield 1 оказалась самой успешной в ее истории. 59 миллионов часов — столько геймера провели в шутере за первые 10 дней. О тиражах Electronic Arts молчит, но аналитики предрекли игре больше 16 миллионов проданных копий. С отличными воспоминаниями покидает свою студию и Дамьен Монье, старший геймдизайнер третьего Ведьмака. Игра по-прежнему прекрасно продается, благодаря чему за третий квартал этого года CD Projekt Red заработала 25 миллионов долларов. Одновременно с публикацией отчета студия развеяла слухи о возможности ее покупки крупным издательством, которые сама же спровоцировала в начале месяца. 29 ноября акционеры проведут экстренное собрание, на котором будут решать, нужно ли принимать меры для предотвращения захвата CD Projekt какой-нибудь компании вроде Electronic Arts. Студия может выкупить собственные акции на сумму больше 64 миллионов долларов, ограничить право голоса крупных акционеров и объединить свои подразделения. Все это, как пояснил представитель, не означает, что на независимость поляков уже кто-то посягает. Руководство просто старается предотвратить подобный сценарий развития событий. Пожелаем им удачи, ведь нам точно не нужен ежегодный Ведьмак с микроплатежами, горой платных дополнений и прочими фокусами в духе электроников и Activision. Кстати, последней становится все сложнее удерживать на плаву свою главную серию. Infinite Warfare почти на 50% уступила по стартовым продажам в Великобритании прошлогодний Black Ops 3. В Steam игру купило всего 150 тысяч человек, а пиковое значение одновременно играющих и вовсе смешно — 15 тысяч пользователей. И все же хоронить Call of Duty рано. Несмотря на антирекорды, шутер стал вторым самым успешным запуском года в Соединенном Королевстве после FIFA 17. Разработчики Mass Effect Andromeda делают все возможное, чтобы игру захотелось купить как можно большему количеству фанатов. Она позаимствует удачные решения из всех частей трилогии. Из первой — вездеход Мако, из второй — миссии на лояльность, которые теперь не будут серьезно влиять на сюжет, а из третьей — мультиплеер с кооперативом. Классовая система станет более гибкой, все умения будут доступны персонажам без ограничений по специализациям. Мир сделают полностью бесшовным, никаких загрузок, а режим New Game Plus позволит пройти игру повторно за персонажа другого пола. Время действия Андромеды наконец перестало быть загадкой. События начинаются в 2185 году, аккурат между второй и третьей частями. За 600 лет, пока герои летят в одноименную туманность, жнецы успеют вторгнуться в Млечный Путь, но исход битвы с ними в этой игре уже ничего не значит, ведь мы находимся в другом уголке вселенной. В трилогию Андромеда точно не превратится, но следующий Mass Effect может в каком-то роде стать ее продолжением. На сайте BioWare Beacon можно записаться на закрытую техническую бету, но пройдет она только на консолях. Андромеда имеет все шансы стать игрой для многих поколений геймеров, так же как The Last Guardian. Недавно Фумито Уэда признался, что разработка проекта заняла так много времени, отчасти из-за его желания создать игру, которая долго не устареет. «Мне нравятся произведения искусства, которые оставляют впечатление надолго, становятся частью меня и развиваются вместе со мной», — говорит Уэда, и добавляет, что сам старается делать нечто подобное. Если The Last Guardian станет такой же вечной классикой, как Ico и Shadow of Colossus, значит, 9 лет были потрачены не зря. А вот сколько придется ждать выхода новой части Metro, не знает, похоже, даже ее издатель. Едва фанаты успели обрадоваться, заметив на официальном сайте упоминание о релизе в 2017 году следующей игры по романам Дмитрия Глуховского, как сообщение, тут же убрали. У игры пока нет даже названия, но известно, что она будет связана с сюжетом книги Metro 2035. Делать заявление, а потом брать свои слова назад — таким любят заниматься в Nintendo. В прошлом выпуске мы сообщали, что компания опровергла слухи о скором прекращении производства Wii U, которое сама же породила. А недавно на официальном японском сайте Большой Н появилось уведомление о том, что на родине консоль скоро перестанут выпускать. В Северной Америке компания уже отгрузила весь тираж приставок на этот финансовый год, а в следующем, как мы знаем, начнется эпоха Switch. Так что незадачливая Wii U действительно отправляется на покой. Российская игровая индустрия сейчас жива и здорова в той же степени, в какой и Wii U. Поправить это незавидное положение планирует созданный недавно экспертный совет игровой индустрии. В него вошли ключевые сотрудники Wargaming, Mail.ru Group, GuideZin Entertainment, Nival и Riot Games. В задачи организации входит повышение качества создаваемых в СНГ игр, поддержка киберспорта и начинающих студий и развитие отношений с государством. Будем надеяться, что совет поможет наладить производство отечественных игр мирового уровня. Возможно, вы этого не замечаете, но Valve постоянно совершенствует дизайн Steam. Так что поводов называть магазин помойкой инди-игр, в которой не так-то просто отыскать интересные проекты, становится все меньше. Теперь в правом верхнем углу баннера игры есть меню личных настроек. В списках популярных новинок и лидеров продаж не показываются игры, которые у вас есть или которые вы пометили как неинтересные. Скриншоты можно просматривать, не заходя на страницы игр, а кураторам разрешили помечать свои отзывы как положительные, отрицательные или нейтральные. И это лишь малая часть новшеств обновления Discovery 2.0. Microsoft тем временем выпустила праздничное обновление для Xbox One и приложение Xbox для Windows 10 и мобильных ОС, добавившие клубы по интересам, поиск групп для онлайновых матчей, групповые сообщения, информацию о редкости игровых достижений, а также возможность использовать эмодзи. Участники клубов могут вместе играть по сети, делиться контентом и просто общаться. Присоединяйтесь к нашей группе, она называется так же, как дайджест, который вы сейчас смотрите. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Уже завтра Ubisoft будет демонстрировать нам, как она умеет учиться на ошибках и стараться на благо геймеров. Ну а пока не вышло Watch Dogs 2, загляните в Steam. Там появилась скромная российская игра Beholder, которая позволит окунуться в мир доносов, слежки, прослушки и тайных обысков. Причем заниматься всеми этими делами предстоит именно вам. 15 ноября EVE Online частично переедет на Free-to-Play. С релизом бесплатного дополнения восхождения пользователи космической MMORPG будут разделены на два типа — омега-подписчики и альфа-неплатящие. Разница между ними лишь в том, что альфа-игрокам будут доступны не все навыки и корабли. Бесплатный станет и Overwatch, но только на одни выходные. С 22.00 18 ноября по 21 ноября поиграть в шутер смогут все желающие. Единственное условие — наличие подписки PlayStation Plus, Xbox Live Gold или аккаунт в Battle.net. Ну а в пятницу на ПК и PS4 выйдет Killing Floor 2, которая провела в раннем доступе последние полтора года и за это время собрала почти миллионную аудиторию. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии, обзоры самых ярких проектов. Недавно мы взвешивали все плюсы и минусы Call of Duty Infinite Warfare, восторгались первым сезоном Hitman и вершили зло в Тирани. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Если бы не Final Fantasy, то я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас. Я долго жил в бедном южном районе Лос-Анджелеса. В начале 80-х там не было особых перспектив. Видеоигры помогли мне избежать насилия и других проблем. Они помогли мне не сбиться с пути. Мы садились и смотрели, как мой отец проходит игры. Я люблю его. Для меня он всегда был примером для подражания. Я хотела быть как он, так что раз он играет в игры, то и я буду. Быть обладателем настоящей консоли, играть в любое время, когда телевизор не занят, это можно назвать самым ярким впечатлением детства. Я был, как бы точнее выразиться, в юности мне было сложно взаимодействовать с людьми. Моя мама купила мне консоль Nintendo и заметила, что когда я играю с другими детьми, то это единственное время, когда я мог открыться и разговаривать с ними. Пожалуй, без игр я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Первой Final Fantasy, в которую я поиграл и прошел, стала восьмая часть. Несмотря на то, что у меня много вариантов, но если говорить о любимой части, то ей окажется Final Fantasy 8. И пусть я пришла к этому решению через пару лет после того, как встретила своего нынешнего жениха, мы были в старших классах и познакомились как раз потому, что играли в восьмую часть сериала. Я рисовала арты персонажей из Final Fantasy. Увидев ее классные рисунки по восьмой части, я спросил, ты играла в нее? И она ответила, да. С презрением и не хотела больше говорить, но он продолжал настаивать и говорить, что тоже любит Final Fantasy. Забавно, он не хочет рассказывать об этом моменте, но я его пригласила на свидание. Она меня пригласила, и она первая сказала, ты мне нравишься. Он уточнил, что, видимо, как друг, но нет, я сказала, что хочу с ним встречаться. Я думала об отношениях между Реноа и Скуалом, как прелестны были их чувства, и насколько девушка была настойчива. Не стоит этого говорить на камеру. С тех пор я переиграла практически во все Final Fantasy. Во всех есть запоминающиеся моменты, однако восьмая часть занимает особое место в моем сердце. Как разработчика меня поразила Final Fantasy VII. Конечно, геймеры и до нее обращали внимание на сюжет в играх, однако именно седьмая часть изменила представление о том, что повествование может значить для игрока, что может значить эмоциональная связь с героями. Я не слишком верил, что людям будет важно повествование в играх, однако Final Fantasy VII отлично показало, что такой подход может быть движущей силой для геймеров. Во время знакомства с седьмой частью меня поразил сюжет и персонажи, особенно то, что у Клауда были подростковые страхи. На тот момент я как раз переживал этот период и буквально вжился в этот персонаж. Серия Final Fantasy сильно повлияла на меня как на разработчика и геймера, особенно седьмая часть. Для меня это величайшая игра всех времен. Первая игра, за прохождением которой я смотрел, и мне нравилось это делать, была Final Fantasy VII. Я зашел к своему другу Крису, помню, музыка была классной. Он быстро объяснил мне, что было на экране. Я считаю, что ни одна другая игра не смогла превзойти семерку по части персонажей. Герои, пусть и были выдуманными, все равно преодолевали трудности. Я переложил это на реальную жизнь и знал, чтобы не случилось, я смогу справиться с проблемой. Думаю, то, что я погружался с головой в сюжет, помогало мне справляться с повседневностью. Меня дразнили, я находился в кругу людей, которые меня не принимали. Я был заучкой, а игры показали, что в мире, помимо придирок в школе, есть еще много всего. В Final Fantasy IX Зидан, главный герой, ближе к концу игры, сталкивается с серьезными проблемами. Думает, что остался один, и этот эпизод очень любят поклонники серии, поскольку к персонажу один за другим присоединяются его друзья. Показывают, что он не одинок, что есть такие же люди, как ты, и все будет хорошо. Как будто открывается окно в другой, более дружелюбный мир. Пусть выдуманный, но он все равно дарит небольшую надежду на то, что с течением времени все наладится. Люди довольно часто неправильно понимают Final Fantasy. Она уже добралась до 15-й части, и, собираясь знакомиться с серией, они спрашивают, с какой игры им лучше начать. Люди, незнакомые с серией, думают, что необходимо пройти 14 предыдущих игр, и нужно объяснять им, что нет, каждая часть — отдельное приключение. Вы можете начать проходить Final Fantasy X, но не знать, что было в 9-й, 8-й или 7-й. Вполне может получиться так, что, пройдя 15-ю часть, вы влюбитесь в нее, а это, в свою очередь, заставит вас купить PlayStation 3 и пройти обе части 10-й, 12-ю и 13-ю. Вам понравится серия, и вы начнете проходить старые игры, потому что каждая часть предлагает что-то свое. Музыка Музыка Призываемые существа выглядят невероятно. Игра выглядит шикарно. Хорошие парни поджигают врагов. Чувствую, именно это бы и случилось, будь у меня и моих друзей, магические способности. По мне до сих пор бегают мурашки. Невероятно. Возможно, это Final Fantasy, которая принесет серии новое поколение поклонников, как случилось, когда я был ребенком. Мне говорили, что игра сможет побороться с седьмой частью за звание лучшей в моем списке. Серьезное заявление, но никогда не знаешь, что может произойти. Я готов. Final Fantasy XV. Мы готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok